В Приднестровье похолодало и команда в путь без границ стала греться всеми доступными способами. Возможно, вы видели такое в цирке, но подобную дисциплину учат и у нас. Если Катя не упала, у вас тоже получится. Теперь беремся опять за ремешок. Вот он, вот он, да. И мягенько опускаемся. Уже скоро в Бендерах откроют трассу для катания на квадроциклах. Водительские права не нужны. Тестировал технику Арсений Декусар. Застрял шлем. А еще куда все туда и мы на снежинку попали без очереди, считай, уже не замерзли. Кто на что учился, каток покажет. А вы мне уже сегодня не помогали? Раз леет мотив программы катания, я выбрала для этого самый первый из известных – экологичный транспорт. Этот сердцеед в клубе появился не так давно. Но с ним сегодня ожидает личное знакомство. Кеша или Кекс попал в клуб по взрослым жеребцам. Любил кусаться. От дурной привычки отучили. А вот шрам из прошлой жизни уже никуда не денется. Бывает так, что лошади в нехороших условиях, им не меняют одежду. То есть они растут, а недоуздок остается маленький. И вот ему перетерло все. Но сейчас у него уже здесь не болит, уже вся амуниция, которая одевается, она его не беспокоит. Назвали его Кексом, потому что он похож на булочку. Ну, булкой его не назовешь, а Кекс вот самое то. И ему очень хорошо подходит. Кто любишь кататься, люби, как говорится, и санночки возить. Это необычное седло. Да, это необычное седло. Это называется вальтижировочное. Оно выглядит как черепашка. Да. Вот. Его так и называют в принципе в обиходе черепашка. Вот. У него есть ручки, у него есть держалки. Вот. Это все, что наверху, это ремни пристежные. Вальтижировка – это акробатическая. Трюки на лошади. Сегодня мы, Катюша, с вами это попробуем. То есть это цирк верхом? В принципе, да. Это седло с историей. Хозяйкам клуба подарил их первый тренер. Это седло вашего детства? Да, это седло нашего детства. Именно на нем мы учились ездить маленькими. Это, ну, не царский подарок. Это вообще просто, просто, ну, фантастика. Такие седла стоят, как правило, по тысячу евро. Это, скажем так, в среднем. Вы храните его в сейфе? Нет. Оно у нас здесь, в манеже, в работе. Тут всерьез дружат с безопасностью, поэтому обязательно жилет и шлем. В этом случае, если я надумаю падать, да, козырек, он твердый. И он не для того, чтобы защищаться от солнца, а для того, чтобы, если вы упадете, чтобы вы ударились козырком. И не повредить нос. Понятно. Козырек должен быть длиннее носа. Да. А если случится наоборот? Ну, редко такого еще не было в нашей жизни. После небольшого простоя в денеке кексу следует выпустить пар. Для того, чтобы, кстати, вольтежировочная лошадь хорошо работала, она должна бежать очень спокойной, ровным алюром. Не важно, каким, шаг, рысь или голубь, но должен быть ритмичный и спокойный. По-хорошему запрыгнуть на лошадь, согласно дисциплине, я должна без подставки и на бегу. Так даже легче. Но легкие пути не для меня. Ну, в принципе. Прям взлетела. Сильнее сюда. Миграция. Вольтежировка – это не обязательно суперсложные трюки. Даже обычная гимнастика верхом на лошади невероятно развивает баланс. Ручки вперед. Ручки в стороны. Ручки вверх. Ручки вниз. Хорошо. Чтобы баланс не нарушался, голова гордо смотрит прямо. Поехали, делаем мельницу. Раз, поворот. Отлично. Выровнялись. Другую сторону. Два. Молодцы. Сейчас мы все это делали на шагу. Так, да. А все это делается еще и на России, и на голове. То есть, понимаете, да, насколько нужно быстро реагировать и очень хорошо владеть своим корпусом. Следующее упражнение мы делали на земле тысячу раз. А вот на лошади едва ли. Теперь. Ноги разведены? Поднимайтесь. Да. Так, чтобы вам было удобно, устойчиво. Мне удобно. Теперь одну ногу поднимаем в ласточку. Опускаем ногу и меняем. Теперь другую ногу поднимаем. А, мы не будем идти? Нет, сейчас нет. Господи, слава богу. В принципе, это неплохо. Ну, как ощущения? Ну, прекрасно. На самом деле, кажется, что это элементарные движения. На земле были бы, но вот так вот, когда у тебя нет опоры под ногами. Да. И какое должно быть доверие к животному. Да. Это фантастика. Это еще что? Делали когда-нибудь стойку на лошади? Блатовать так блотовать, я считаю. Давайте. Это тоже возможно. Вау. Не чувствуете себя на Титанике? На Титанике нет. Но чувствую себя королевой просто. Теперь беремся опять за ремешок. Вот он, вот он, да. И мягенько опускаемся. Все то же самое, только в реверсе. Да. Хочешь жить, умей крутиться. Этот фразеологизм как нельзя актуален. Это еще одно упражнение. Сначала в статике. Невероятно развивает координацию и четкость движений. А можно еще прокатиться задом наперед. А теперь посмотрите, как это должно быть на самом деле. Удержать баланс на скорости куда сложнее. Кстати, в клубе планируют ввести вольтежировку как основной вид дисциплины. Зрелищный и захватывающий, как представление в цирке. Следующий вариант досуга, о котором пойдет речь, еще не запустили. Скоро в Бендерах можно будет прокатиться на квадроциклах. А это Екатерина. Это ее идея организовать прокат четырехколесных мотоциклов. У нас в Тирасполе есть такая организация, бизнес-хаб Тирасполе. Она собирает талантливую молодежь, проводит семинары и разыгрывает конкурсы грантов. Несколько попыток получить грант оказались безуспешными, пока не родилась идея с квадроциклами. Нужно было запустить проект такой, которого раньше не было в Приднестровье. Я подумала, что прокат квадроциклов – это хорошая идея. Ранее я даже каталась на них когда-то еще лет 10 назад в Краснодарском крае. И мне очень понравилось. Я подумала, что хорошо иметь такую технику и у нас. Дальше нужно было приобрести технику. Сумма гранта ограниченная, поэтому пока решили взять три квадроцикла. Два для подростков о 10 лет и один для взрослых. Управлять ими легко. Это почти как велосипед. Намного проще в управлении, поэтому девушки могут смело управлять, дети могут управлять. Это проще, чем другие виды транспорта. На велосипеде нужно держать баланс, здесь 4 колеса, просто здесь сидишь и устойчиво. Для квадроциклов проложат специальную трассу. Она будет неподалеку от Бендерского троллейбусного управления. И чтобы кататься, права не нужны. Я хочу сделать две трассы. Одна будет для новичков, для детей. Потому что дети, они немножко волнуются. Им нужно научиться держать руль прямо. То есть они не контролируют среду. То есть для детей это будет какая-то ровная полоса, чтобы они просто почувствовали управление. Если там для папы, постарше, для мамы, там уже нужна более избилистая такая дорога. Пока решают бюрократические вопросы и готовят официальную трассу. Впрочем, прокатиться можно и сейчас на гиске. Квадроциклы это не то, о чем нужно много говорить. Квадроциклы нужно испытывать на себе. И прямо сейчас будет такая возможность здесь на стадионе Селегиска. На том, которым нужно включить скорость, наверное, пока не решусь. Можно тогда вместе с вами проехаться? Вы будете впереди. Да, конечно. А я сзади уже по этому маршруту. Да, конечно. Поехали. Застрял шлем. Даже на небольшой скорости, даже вот здесь, на такой небольшой территории школьного стадиона, кататься кайф нереальный. Потому что двигатель шумит под тобой, нет каких-то отвлекающих факторов. Это точно не то же самое, что в машине, где ты сидишь перед тобой, там, лобовое стекло, шумоизоляция. Здесь ты все чувствуешь. Особенно доставляет удовольствие проезжать по каким-то почкам, по каким-то подъемам. Тогда ты прям должен как-то еще двигать телом для того, чтобы всем управлять. И это дарит восторг, конечно, непередаваемый. Я катался на небольшом квадроцикле. Тут управление, как на электросамокате. Газ и тормоз. Больше ничего знать не нужно. Чтобы прокатиться на большом, нужно чуть больше времени на подготовку. Вот этот большой, 150-кубовый, как бы тоже несложно. Тут у нас идет коробка полуавтомат. Вот, три передачи. То есть, включаем передачу, просто даем газу, и он начинает ехать. Вот. Но здесь надо переключаться вручную. По сути, больше тут тормоза, больше тут ничего такого сложного нет. Максимальная скорость 60 км в час. То есть, теоретически, можно даже по городу ездить. Но должны быть права категории А, как для мотоцикла. Идей, как можно использовать квадроциклы, у Екатерины много. От секций для детей до групповых покатушек и экскурсий. Когда я закуплю технику еще, еще три квадроцикла я планирую, я хочу сделать вообще экскурсии по бездорожью. Вы представьте, как это классно. Если к нам приедут туристы, и они смогут прокатиться так, как в развитых странах, как в той же Турции, к примеру. Это очень популярный вид отдыха ему. Запуск проката планируют в следующий месяц. Смотрите Первый Приднестровский, и вы точно ничего не пропустите. Ну что, мы, как все, подались в такую массовую веню и тоже пришли на каток. И знаете что? Мы не прогадали с погодой, потому что очереди нет в помине. Холодно, стоять никому не охота. На улице нет вообще ни одного человека, и мы сейчас будем проверять, где теплее, на улице или внутри, где сам каток. Давай в Старкер. Давай, я думаю, что там может быть немножко теплее. Это тоже. Поехали, покатаемся. Почти два месяца работы и более 30 тысяч человек. Такая посещаемость снежинки. Еще бы цены невероятно демократичные. Вместе с прокатом коньков удовольствие скользить по ледяной глади стоит всего лишь 15 рублей. Очереди уже как будто в прошлом. Все благодаря графику. Вместо двух-полтора часа увеличилось количество прокатов. К тому же в дни школьных каникул каток работает как в празднике с 9.30 до 22.00. Кроме любителей, сюда вернулись и спортсмены. Расскажите, пожалуйста, кто именно? Да, сюда вернулись хоккеисты. Это у нас четыре команды сейчас здесь занимаются, тренируются. Это команда ГРЭС, команда ветеранов, любителей или Тирасполя. И так же самое две команды из Молдавии. Открылась и секция по фигурному катанию. Одним словом, в Приднестровье снова ожили зимние виды спорта. Увы, скоро пауза. С мая по ноябрь снежинка уйдет на ремонт. Поэтому берем от жизни все. Но для начала коньки. Давно тут работаете? Два месяца. То есть с самого открытия? Почти. И как оно? Нормально. У нас одет, потому что холодно, а так. С вами как с холодом боретесь? Потому что у вас не... Вообще вот хорошо, что у нас есть кофе, чай. Еще можно пойти согреться на пару минут. Вот меняемся так с ребятами. Получилось разобраться, как работают застежки. Сень, я профессионал. Чуть ли не каждый день здесь провожу время. Поэтому ты мне не говори. Поплотнее затягивай. Я это знаю, да. Ну вот. Я последний раз катался, наверное, лет пять назад. Поэтому сейчас придется все вспоминать. Кать, может, хватит уже всех пропускать? Давай пойдем тоже покатаемся. Ты настроилась? Я думала, ты спросишь, ты чего там боишься? Ну ты же не боишься, ты же говоришь, что ты эксперт. Я в профе вообще. Во сне была. Так, смотри. Ноги немного согнутые. Да. Ты, конечно, как специалист, можешь и на ровно гонять. Но это чревато. Я должна признаться. Я не умею кататься. А там еще такие есть? Они продаются, платят. У нас везде есть. Вообще я хочу сегодня устроить такой социальный эксперимент. И узнать, насколько у нас здоровое общество. Вот как таким помогут здесь на катке? Или нет в случае чего? Для начала показываю всем, что кататься не умею от слова совсем. Ну все, можно падать. Помощь подоспела, не успела я и вскрикнуть. О, Боже, как приятно. Спасибо большое. Так, про наших людей думать только хорошо. Вы видите? Только наш эксперимент начался, и уже столько внимания и помощи. Дубль два. Актриса из меня никудышняя. Помогите! На помощь! Спасибо! А вы мне уже сегодня не помогали? Нет? Спасибо. Да, у нас здоровое общество! Браво, ребята! Ну хоть какую-то пользу я извлекла из того, что я не умею кататься. Еще бы кто-нибудь научил кататься, вообще красота была бы. Иногда смотришь, как растекают люди, тут некоторые совсем прям себя уверенно чувствуют, и становится завидно. Думаешь, какие ребята молодцы. А кто-то вот, девочка, как Катя катается, вот просто посмотрите. Прямо посреди зала рухнуло. Кстати, своей спутнице я решил помочь. Для начинающих на катке есть такое устройство. Это санки тренировочные. Да, вообще я знаю, как ими пользоваться. Ну вот Арсений предложил другой вариант, он мне, кстати, очень нравится. Что? Давай ручку. Пора и честь знать. Пора и честь знать. Ты сейчас будешь кататься так, как положено. Держи их перед собой. Да. Вот так вот. Но не полностью опирайся, потому что они могут перевернуться. Просто такой легенький упор. Едешь, отталкиваешься. И так ты хотя бы немножко можешь почувствовать себя на льду. Что тебе надо? Почему такая забота? Ну, хочется, чтобы ты получил удовольствие от катания, а не только от прохождения возле бортика. Ладно. Сколько времени ушло, чтобы себя более-менее уверенно чувствовать на грехах? Ну, вообще, у меня папа хоккеист со стажем. Я понял. И он меня отвел на хоккей в возрасте лет пяти. И я занимался два времени, пока каток не закрыли. После продолжения все знания, навыки быстро восстановились? Да, за пару катаний. Есть люди, которые хорошо катаются, могут задеть и случайно упасть. Но так, главное учиться и главное хотеть. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, держитесь, все нормально. А как учиться ты бы посоветовал тем, у кого, например, папа не хоккеист, и кто просто пришел и здесь проводит? Честно, без понятия. Я не помню, как меня учили. По крайней мере, сначала у бортика бы пробовать. Назар выходит на лед в собственных коньках. На каникулах здесь почти каждый день. И это неудивительно. Катание дарит масса позитива. А с учетом цены удовольствие это доступно многим. Мы готовы попрощаться. Сегодня мы показали вам различные активные виды досуга. И мы надеемся, вы как-то их примените в своей жизни. Да, чтобы стабилизировать Катю, пришлось приведать к помощи оператора нашей съемочной группы. Так что, люди, которые вышли за кадром, сегодня вы их тоже видите. Ну что, друзья, мы желаем всем прекрасных выходных, прекрасного времяпрепровождения. Школьникам оторваться как следует. Каникулами нужно воспользоваться эффективно. Ну а это была программа «Путь без границ». Мы с вами прощаемся. До следующего четверга. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»